Знаете, русский народ уже интересный народ, он долго терпит, а потом как рванет его, и он забывает своих авторитетов, он делает совсем невероятные вещи. Это правда. Не надо играть на терпение русского народа и других народов России. Если мы патриоты, и мы в внешней политике проводим активную позицию, то тогда давайте внутри разберемся. Может, пора кадровую революцию делать? Вот я против революции, я считаю, любая революция это плохо, кроме кадровой. У меня в воскресенье вечером, третья тема была очень любопытная, говорили о Лене. Ты меня не приглашаешь, Ленин, Сталин, СССР. Зря, зря, я тебе скажу. Я не могу тебя назвать каждую передачу. Да не надо мне каждую передачу. Ты знаешь все. Ты же не можешь там просто жить у меня. Я не могу там жить. Не надо. Но обрати внимание, что никто не обратил, я обратил внимание. Мысли подкинул Геннадий Андреевич. А потому что никто не говорит, какой был Ленин управленец. Ведь, казалось бы, пришел в условиях кадрового голода. Однако, без всяких проблем, нашлись очень талантливые управленцы. Зачастую не по профилю рабочий, мягко говоря. Совсем не по профилю. При этом менял, когда было надо, не раздумывая. Моментально. Проектное, как сейчас модно говорить, планирование. Четко и ясно. Ориентированность на результат. При всем том, возьми Троцкого, да? При всем, как бы она в советской истории не мнушала, что он плохой. Ну, понятно, почему это была борьба двух гигантов. Попадил один, другой проиграл. А кто проиграет, на него все ее вешают. У нас так бы, как традиционная была. Но это гений, да? Вот Геннадий Андреевич говорил там по поводу три четверти всех генералов Русской армии. На самом деле, было далеко не так, да? Значит, большинство генералов, конечно, не перешло, да? Но, ведь смотри, вот известный спор Ленина и Троцкого, да? Троцкий выступал, как известно, за самое активное привлечение военспецов, да? Он выступал за недопущение. То есть, он выступал за единичали, которое в последствии было. Ленин говорил, что нет, нельзя, надо комиссарам их обложить. А вдруг, а что? А ведь была группа людей, которая говорила, не надо ни в коем случае их вообще призвать. Как партизане, так и будем партизане. Как избирали командиры, так и будем избирать, да? И вот при всем том, ведь Троцкому удалось в этой сложной... Я понимаю, что у нас не привыкли, когда по Троцкому ходят. Ну, надо видеть и смотреть на историю, как она была, а не так, как нам иногда ее навязали, да? Ведь ему удалось действительно приличить огромное количество военспецов, да? И где палкой, где пряником, по-всякому, да? И он ими дорожил. Во все командующими фронтами 100% начальники штаба были бывшие офицеры. 70% командующих было бывшие-бывшие офицеры. При этом сам мотался по всем фронтам. По всем фронтам, да. В знаменитом бронепоезде. Да, расстреливал. Да, вел себя ужасающе. А как бы, это революция, это анархия. Ну, да. Да, это Попову с Батькой Григорьевым и с Батькой Махно справься. Извини меня за откровенность. Заставь их сначала повоевать на себя, а потом ликвидировать. Это надо было, конечно, придумать. Как ты считаешь, что пишет народ на вопрос, надо ли? Не знаю, не знаю. Самое интересное, на той ножке. Слава советским танкистам! Надеюсь, ветераны вооруженных сил проголосуют за ветерана. Если, конечно, пойду. Вот так вот. Да, так что вот тут надо нам сейчас подумать и посмотреть, так называемый, как экономический блок. Надо прекратить этот беспредел по отношению к бизнесу. Слушай, ну, должна быть хотя бы какая-то элементарная логика. Ну, согласись, ну, какая-то логика. Ну, почему при таком противостоянии мы говорим, бухи у миллиарда в американские бонды? Непонятно. Вообще непонятно. Непонятна наша логика, вот чего мы хотим. И предлагаем американцам поучаствовать в приватизации наших очень жирных кусков. Но мы же сами говорим, что они вот... Здесь вот... Я понимаю, здесь деньги дают, и слава богу. Нет, я о другом. Быстрые правила игры заставят... Понимаешь, главный наш вопрос какой? Кто определяет правила игры? По чьим правилам? Потому что как? Мы сейчас за копейку продадим рубль, тогда это нам не надо. Мы отдадим управление, потеряем опять активы, здравствуй, 90-е? Нет, не надо. Вообще государство должно в конечном итоге что-то сказать. То есть как оно видит будущее? Оно о чем? Ну, экономический план какой-то, я не знаю, что-то перспектива, что делать и так далее. Не знаю, не знаю. Нам явно не хватает сильных, мощных фигур в экономической блоке, типа Юрия Маслюкова, конечно, с его опытом, знаниями, природным дарованием. Ну, нет таких. Ну, что делать? Вот одни птенцы гнезда Гайдара и у нас в январе. Сегодня же 30 лет Чернобыльской трагедии. И у меня же там получил довольно большую дозу облучения. Продолжение следует...